Мы продолжаем нашу трансляцию на общественном телевидении Приморья. Кубок России по куду впервые во Владивостоке. У нас здесь в Олимпийце наступает пора решающих встреч. Полуфинальные поединки и первая весовая категория был 230 и низ. И мы сегодня в эфире работаем вместе с Александром Висичековым, судьей международной категории 4-й танк. Александр Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Александр Владимирович, добрый день. Техника, которую спортсмены начали весь год и которые сюда приехали показать и доказать, что они лучшие. Это было все очень и очень интересно. Сейчас категория до 230 единиц. Представляет спортсмен в синем доге Мановазян Гегам из Владивостока, небезызвестный поклонникам Кудо, чемпион России 2011 года, призер чемпионата России 2012 года. Ему противостоит трехкратный чемпион Сибирского федерального округа Василий Акуленок из города Ангарска. И мы сейчас видим, как Юрий Бородий делал последнее наставление, последние слова говорил Генгаму Мановазяну. В общем, готовится наш боец Генгам Мановазян в синем форме. В синем доге. Значит, хочется сказать, что традиционно, к сожалению, в Европе, в Америке, то, что называется старым светом, забывают заслуги тех людей, которые готовили спортсменов. Мы видим выходящих спортсменов в Адатаме. Мы видим их технику, мы видим их победы и прогрессы. Но мы не видим всего того, это всего лишь руководителя айсберга. Мы, к сожалению, не видим всего того, что происходит за пределами площадки. А это всегда труд большого творческого коллектива спортсменов, с которыми они вместе тренируются. И, конечно же, труд тех людей, тех наставников, в первую очередь, которых очень часто незаслуженно забывают. Это их тренеры. У нас все готово к началу первого полуфинального поединка. Весовая категория, мы еще раз говорим, 230 единиц. Александр Владимирович, формат боя. Формат боя 3 минуты. Две попытки борьбы по 30 секунд в партере. В случае проведения болевого удушающего приема досрочная сдача. Минимальное очко оценка Кока дается за удар, который потряс соперника. То есть здесь все очень честно, все предельно понятно, все очень просто. Побеждает сильнейший. И даже не специалисту очень часто достаточно просто разобраться в тех правилах, которые царят на Адатаме. Критерий победа. Если бой заканчивается ничейным результатом, то есть судьи... Главный судья Адатаме, который сейчас, надо заметить, что судья международной категории. В России всему существует 4 суди, получивших государственное звание спортивного судья всероссийской категории по КУДО. Анатолий Станиславович Филиппов, он же руководитель судейского корпуса Российской Федерации. То есть сюда привезли лучших не только спортсменов, но еще и судей. У нас дополнительное время может быть? Дополнительное время может быть. В финале, возможно, даже второе дополнительное время. То есть здесь по-настоящему побеждают сильнейшие. Сейчас спортсмены начали без разведки. Не первый раз они уже встречаются. Все предыдущие поединки выигрывал спортсмен из Владивостока. Здесь, как мы знаем, и стены греют, и зал его. Поэтому, если честно, я очень рассчитываю на то, что бой будет сложный и интересный. Но победу одержит гигант. Он поопытнее будет. И, собственно... И вот он сейчас сверху. Он сейчас сверху. Здесь достаточно все просто. Спортсмены, которые вызывают первым, он в синем доге. Спортсмены, которые вызывают вторым, он в белом. Впервые, да. Впервые приморские спортсмены имеют преимущество на таком большом, крупном турнире. Преимущество своей домашней площадки, своей домашней арены. Как правило, приморцы всегда выезжают куда-то назад по стране, на какие-то турниры. И, конечно, климатизация, адаптация, все это очень тяжело проходит. Но вот это впервые. И у нас в этом плане есть у приморских спортсмены. Да, конечно. Есть свое преимущество. Кубок России проводится в пятый раз. С тех пор, как группу дисциплин Кудо признала Министерство по спорту, туризм и молодежной политике в разделе вида спорта «Восточное боевое единоборство», куда входят еще четыре дисциплины. И вот с тех пор Кубок России выставлен на тендер. То есть самые достойные, самые сильные, самые подготовленные регионы борются за право проведения Кубка на своей территории. Потому что, понятное дело, что любой турнир – это ответственность. Но в то же время после этого… Это престижно. Это престижно. А самое главное, что после этого, если грамотно проводятся мероприятия, это всегда огромный всплеск развития на этой территории конкретно Кудо. Тем более, что мы знаем, что Кудо в России началось с Владивостока в 91-м году. Его первым сюда привезли. Сейчас спортсмен из Ангарска получил предупреждение за уход от борьбы в портере. Так вот, вернемся к теме. И в этом году в очень сложной борьбе Владивосток выиграл право провести на своей территории. Я хочу сказать, что по предварительным поединкам, по той системе организации, по тому, как здесь все выстроено четко в плане подготовки организации проведения, это, наверное, лучшее мероприятие за последние пять лет. Ну, вам-то есть о чем говорить. Вы бываете в многих городах, вы видите, как проводятся турниры, и вам есть с чем сравнивать. Да, конечно. Да, конечно. Сейчас мы увидели, что по решению судей дано дополнительное время, о чем, собственно, спрашивали. То есть, за красивые глаза победы не отдаются. Здесь нужно действительно по-настоящему доказать, что ты лучший. И чем ближе к финалу, тем больше накаляются страсти. Мы сейчас видим, что зал полный. Ожидания организаторов, честно говоря... Оправдались. Оправдались, более того. Огромная толпа людей стоит на улице, которые не смогли попасть в этот зал. И говорят, что билеты распространились еще до того, как сегодняшний день наступил. Еще за неделю до этого билетов уже не было. Ажиотаж в Владивостоке чудовищный. Реклама шла на радио, на телевидение. Наружная реклама присутствовала. Биллборды, электронное табло. То есть, ребята по-настоящему, организаторы. Здесь хочется сказать огромное спасибо руководителю Федерации Кудо Дальневосточного федерального округа Ясину Александру Леонидовичу, который доказал право свое на качественное проведение. Видно, что была проведена очень большая работа по тому, какое количество почетных гостей из администрации Приморского края. Здесь видно, что действительно это событие не рядовое для города Владивосток, для Приморского края, для всего Дальневосточного федерального округа. География спортсменов обширная. Спортсмены прилетели, начиная от Ставрополья, Чечни, традиционно центральный федеральный округ принимает активное участие. Здесь лучшие спортсмены Ярославля, Москвы, Череповца. Да, Сибирь, естественно, здесь представлено. Ну и, конечно же, люди, которые живут здесь поближе. Хотя, конечно, близость по местным меркам. Ну вот, как мы и говорили, чистая победа. Удушающим приемом. Удушающим приемом, да. Выиграл так называемая гильотина. Гигам Манавазян. И вот сейчас мы имеем уже одного финалиста в категории 230 единиц. Им является Манавазян Гигам. Он оправдал надежды своих тренеров, своих болельщиков, своего родного города. Победу поддержал Гигам Манавазян. В общем-то, ожидаемая победа. Просто Гигам еще раз доказал свой перевес в технике, в опыте. Да, но даже при этом все равно сдалась она ему нелегко. Ведушку с дополнительным временем, да. Дополнительное время. Довольный. И Семен Полищук, и Юрий Бородий, которые тренируют Гигам Манавазяна, которые секундировали его в этом бою. Вы знаете, я сам как тренер могу сказать, что очень часто приходят люди, которые, ну только начинающие, и они задают вопрос, а летом будут тренировки? И в этом случае задают ответ один и тот же. У нас, как в производстве очень сложного технологичного продукта, один день простое и уже брак. Поэтому люди на этот турнир готовились не один день, не два дня, а годы. Здесь лучшее. Да, здесь сюда туристы не приехали, во Владивосток. Здесь жесткая и очень плотная рубка, а потому и на кону. На кону стоит победа в Кубке России. Мы чуть позже скажем, да, что она значит. Следующая пара челноков Сергей, город Сургут, первый дан, мастер спорта международного класса, победитель Кубка мира, первого Кубка мира, который проходил в 2011 году в городе Москва, в спорткомплексе Олимпийский. И ему противостоит Ибрагимов Евгений из города Москвы. Мастер спорта, черный пояс, первый дан. Уже на сегодняшний день очень многих спортсменов Кудо Родина отметила высокими званиями мастер спорта, мастер спорта международного класса. Здесь на турнире присутствует как минимум один заслуженный мастер спорта. В те времена, когда мы только начинали, в 94-м, в 91-м, об этом можно было только мечтать. Сейчас спортсмены, молодежь идет по проторенной дороге. Всегда к нам разговариваем со спонсорами. У нас, главный вопрос говорит, вы знаете, у нас продукт есть, у нас не хватает только денег и залов. Все остальное мы сделаем сами. И заслуги сборной России на международной арене показывают, что действительно это так. Та система отбора, которая выстроена в России без пристрастной, отбирается только лучшей, которая доказывает на международном татаме о том, что может быть сейчас в России экономический кризис. И Россию не так уважают, как в свое время Советский Союз. Но наши бойцы по-прежнему, это наши бойцы. И из 65 стран мира, в которых культивируется Кудо, россияне на сегодняшний день доказали свое право стоять на самой высокой ступеньке пьедестала. Если даже вспомнить последний чемпионат мира по Кудо в Токио, то там превосходство россиян было безоговорочно. И еще большим оно было на Кубке мира, который проходил в Москве, когда из семи первых мест семь осталось в России, шесть из семи вторых мест и три третьих. Подавляющее преимущество. Смотрим за поединком. У нас бойцы по-прежнему работают в стойке. Была одна попытка перевода в партер. Этот поединок начался более, что называется, аккуратно. Челноков традиционно работает первым номером. Выносливости, сил у парня хватает и на второе время, и на третье время. Ибрагимов Евгений традиционно пляшет от позиции второго номера. Оба они очень хорошие, мощные ударники. Оба хорошо ориентируются. Но как минимум не позволит себя придушить в партере. Мы видим, что Евгений вытягивает соперника на себя. И тут же, видите, как резко перехватывает инициативу пытается, по крайней мере. Очень легко передвигается Челноков Сергей. Школа Сургута наряду с еще двумя-тремя регионами традиционно всегда была хорошей кузницей спортсменов КУДО. Очень часто состав мог поменяться с разницей в один год на 100%. Но при всем при этом всегда сложные спортсмены, сложные соперники, которые всегда на чемпионате занимали самые высокие ступеньки педестала. А мы только добавим, что у этих бойцов-то уже не по одному бою на этом турнире не проведено, уже за плечами. Но, тем не менее, сохранили свежесть, сохранили силы и поражают бои. Александр Владимирович, у меня вот к вам такой вопрос. Вот все-таки поподробнее для наших телезрителей об экипировке бойца, выходящего на... Здесь есть обязательные требования и требования, что называется, по желанию самого спортсмена. Обязательным требованием является шлем Неогард, который не так давно был введен, как специализированный шлем КУДО. Мы сейчас видим, что дополнительное время дали. Белые и синие доги, раковины на пах и тонкие вылочные накладки на руки, которые, наверное, в большей степени защищают руку спортсмена от рассечения, нежели голову соперника от мощного удара. Главное требование Адзума Такаши, который является родоначальником нашего стиля, лучше тренируйтесь, лучше учитесь защищаться, учитесь лучше нападать, и тогда вы сможете достойно показывать технику. По желанию можно спортсмену одевать капу, и по желанию одевается бинт, не более двух метров, наматывается на руку, который, в общем, по большому счету особо руку не защищает, он скорее защищает ее именно от рассечения, от кровавых потертостей, которые очень часто бывают. А вот что из себя представляет вот этот шлем? Шлем пластиковый забрал достаточно плоское, в отличие от предыдущего, который раньше использовался еще 3-4 года назад. Оно было введено в 2008 году в связи с тем, что достаточно многое количество стилей единоборств, в том числе и каратэ, стали использовать этот шлем. То есть мы все-таки претендуем на некий эксклюзив. Когда-то, давно это было дайду джуку каратэ до, дайду дзюку, в зависимости от транскрипции. С 2001 года это независимый вид единоборств худо, который на сегодняшний день каратэ не имеет никакого отношения, он является равноправным членом в мире единоборств, так же, как и ушуты, квандо, каратэ, тайский бокс, ну и другие единоборства. Так уж получилось, что благодарные зерна кудо, которые зародились в Японии, нас очень часто критикуют. Вот вы русский, а занимаетесь самурайским, чужим. А нам в России чуждо. Неправда. Зерна добра, зерна умения терпеть, умения преодолевать самого себя, уважительно относиться к сильным, снисходительно относиться к слабым, они есть и в нашей философии, в русской. И они хорошо, вот эти зерна кудо, легли на нашу российскую почву. Потому что традиционно воинские искусства всегда были в почете. Так уж неспокойно живет наша земля, что всегда необходимы были защитники и сильные мужчины. Это всегда было почетно, гордо, и люди к этому всегда стремились. И вот сейчас, собственно, те результаты, которые, ну, в общем-то, с точки зрения недоборства, достаточно короткий срок, что там с 91-94 года, каких-то неполных 20 лет, сейчас россияне очень достойно выступают в недавно соревнованиях. Ох, какой был! Какая была связка! Да, боевик, он пребывает в нагдауне. И, наверное, сейчас судья остановит этот поединок как чистую победу. Очень сильный был удар. Рассмотрит ему в глаза. Видите, так аккуратно-аккуратно-аккуратно все это происходило в Азаре. Ну что, сейчас надо будет очень сильно постараться Ибрагиму Евгеньева, чтобы отыграться. Да нет, нет, он потрясен, посмотрите. Он даже отступает назад. Я думаю, просто у парня сейчас одно желание – достоять. Вы знаете, очень часто мы бывали свидетелем, когда соперник мог… Все. Так и есть, да. Очень серьезное потрясение было. Очень хороший правый прямой удар, который попал в основание челюсти. Но бывали случаи, когда даже из практически безвыходной ситуации соперники на второй, там, за одну, за две-три секунды до окончания резко ломали ситуацию под себя. Здесь, знаете, как Кудо, мы всегда ассоциируем с жизнью, сжатой в кулак. За три минуты нужно показать все, что ты можешь и даже то, чего ты не можешь. Иногда бывало так, что победитель уже расслабился и оказался побежден. Челноков Сергей из Сургута и Манавазян Гигам из Владивостока. Это будет очень интересный поединок. Да, я с вами соглашусь. Интересный поединок. Я думаю, что наши тренеры, тренеры приморщей команды посмотрели сейчас этот полуфинал и будут доводить уже до Гигама Анаавазяна все тонкости его. Да, я думаю, что и Манавазян сам смотрел этот поединок. Да и знают они друг друга, я думаю. Да, они уже не раз встречались. Рисовая категория 230, 240 единиц. 240 единиц. Зловин Андрей из Владивостока. Мастер спорта, призер чемпионата России 11-го года, призер Кубка России 10-го года. Известный поклонникам КУДО как бескомпромиссный жесткий спортсмен. Поединки которого всегда являются украшением любого турнира. И ему противостоит Гудков Дмитрий из города Хабаровска. Дальневосточная такая схватка. Дальневосточная дуэль двух городов. Владивосток против Хабаровска. Дмитрий Злобин в синем доге, да? В синем доге. Гудков Дмитрий в своем списке побед, значит, первое место на чемпионате Приморского края. Тоже черный пояс. В общем, такие поединки всегда интересно смотреть. Ребята начали аккуратно. Аккуратность уже закончилась. Да, тут же циками захват, в котором можно носить удары в течение 10 секунд. И если дальше соперники не перешли в партер, их останавливают, то и бой продолжается опять в стойке. Злобин традиционно исповедует ударную технику, как свою любимую, как свою коронку. Но я вижу, что Гудков Дмитрий пытается работать в данном случае вторым номером. Александр Вольфович, вот я так думаю, что равно как и в боксе, и в других вот таких вот единоборствах, видах спорта, все-таки есть, вот и у нас мы увидим, есть игровики в бою. А есть, которые вот делают ставку на один точный удар, на попадание, вот конкретное попадание. Я бы еще добавил еще один критерий. Один мой знакомый, их называют мясниками. Люди, которые выходят и без разведки от начала до конца устраивают рубку настоящей месиво, которая, собственно, больше всего зрителям всегда и нравится. А есть игровики, которые пытаются как-то поймать на чем-то. Вот сейчас мы как раз видим наглядных представителей этого класса. Андрей ищет момент для хорошего старта, очень грамотно защищается от контратаки. Видите, он так его вытаптывает своего соперника и внезапно взрывается. Отличный старт, просто шикарная скорость, которая он и в обмене ударов, мне кажется, сейчас пока доминирует. При всем при том, что видим, что Дмитрий Гудков осторожничает пока. То ли ждет времени ближе к концовке, то ли действительно ждет, как вы говорите, выхода на один акцентированный удар. Хотя, конечно, в Кудо такое крайне редко случается. Андрей сейчас очень грамотно перехватил инициативу и оставил вот этот вот размин за собой. Опять вошел в захват. А мне кажется, вот Андрей Задович выцеливает своего оппонента, вы понимаете, выцеливает его, ждет. Но это и есть мастерство. Да, это грамотно был захват. Братикамин, бросок, переход сверху, обозначение добивания и выход на болевой. И сейчас будет, конечно, Гудков непросто, но ушел, ушел. Да, пытается вытащить. Не совсем подготовлено Андрей делал этот элемент. Может, поторопился. Но вот видите, он сейчас душит его ногами. Безусловно, на лицо кислородный голод будет, после того, как они встанут, если встанут. Андрей сейчас может по правилам вносить удары снизу вверх в голову. И они очень часто бывают весьма-весьма сильными. А вот Гудков может только обозначать добивание. А слава, это судьи встречу. По единоборству, в первую очередь, это уважение к традициям. И спортсмены должны быть заправлены. Это один из элементов, которые проповедуют японцы, который хорошо попал на нашу землю. И здесь мы, в общем, тоже предельничаем того же. Спортсмен должен быть заправлен. Он должен уважительно относиться к суде, к сопернику, к зрителям. Они злейшие соперники на татаме. И добрейшие друзья за пределами его. На ваш взгляд, философия еще осталась в Кубе? Вы знаете, ее никогда... Как бы это правильно сказать-то? Не было такого момента, чтобы его не было. Потому что всегда в основу угла всех грамотных миноборств, всех правильных миноборств. Некоторые... Сейчас очень много появилось новоявленных сенсеев, которые посидели дома на диване, решили, что они теперь сами, забыв свои корни, забыв своих наставников, и начинают придумывать какие-то совершенно непонятные названия. Направления, да? Направления, присваивая себе многочисленные данные. Ну что ж, как мы и предполагали, Андрей Злобин. В весовой категории 240, Денис первый финалист. В этой весовой категории. Андрей Злобин. Город Владивосток. Продолжая тему философии. Мы совершенствуем свое тело путем сложных физических тренировок. И эти физические тренировки дают нам торжество духа над плотью. Дают нам торжество победы над своими эмоциями, над своими страхами, над своей ленью, над спесью, над своей гордыней в первую очередь. И это всегда лежит в основе угла. Потому что махать руками и ногами могут очень многие. А соблюдать традиции, ритуалы и держаться в корне своих, собственно, то, что сейчас очень часто в Европе, да и в Америке забывается, это удел избранных школ. Тем мы отличаемся от большинства секций тем, что это, в первую очередь, школа храм души, школа духа, школа торжества, вот, как мы уже говорили, философии. А руки и ноги это всего лишь элементы того, как мы строим свое тело. Очень красивый начало. Давайте перевернемся. Теперь по бою, да. Стороженко Максим Владивосток. Он синий дом. И князев Николай Город Ярославль, который сейчас нанес сокрушительную связку, которую судей, скорее всего, оценит в оценку ЮКО. Ну что ж, сейчас Максиму будет очень трудно отыгрываться. Оценка ЮКО это очень серьезная, значимая оценка. Ну, у Максима очень серьезный соперник. Чемпион России 2008 года. Да, и 9-го. А, 2008-2009 сам Максим стал чемпионом Дальневосточного федерального округа. А Князев Николай, конечно, призер Кубка России 2008 года, чемпион России 2008 года, мастер спорта. Ну, то есть, как мы уже говорили, не дрова. Очень интересный поединок. Сейчас они с соперником находятся в партере. Князев, он делает болевой прием. Отвитив ногу захватил. Ну, и надо заметить, что Ярославль последние лет 8 является тоже очень хорошей кузницей кадров КУДО. За своего спортсмена болеет Ведмедев Дмитрий, который на последнее время был руководителем Ярославского областного отделения. Сейчас первый заместитель министра по спорту области. Заслуги были замечены в развитии. 2000 человек занимаются в Ярославской области КУДО. 16 районов из 20 областей охвачены. Спортсмены практически каждые выходные куда-то выезжают. Но здесь надо понимать, что расстояние в Центральном федеральном округе значительно меньше, нежели в Сибири на Дальнем Востоке. Здесь одна область может тянуться на 1500-2000 км, а там 200-300 км — это уже, собственно, предел области. Но от нас до Хабарска там 765 км — это ехать ночью на поезде, допустим. А за это время с Центральной России можно проехать в несколько регионов. Да, туда и обратно. Да, да, да. Поэтому, естественно, концентрация больше и соревнований, которые там проводятся, и спортсменов. Достойную конкуренцию он сейчас составляет спортсмен из Владивостока Но пытается, да, пытается Максим Староженко как-то переломить ход поединка Безусловно, спасти эту встречу И у всех на кону путевка в финал Но она одна, а претендентов в этом поединке двое Да, и всегда побеждает сильнейший Но на самом деле грамотный спортсмен, грамотный настальник Всегда из поражения извлечет пользу Потому что учатся на ошибках И это даст стимул к дальнейшему росту Да обязательно, конечно, когда такие бойцы выходят на поединок Естественно, будет разбор полета Вот сейчас Максим нанес очень хороший удар Который суди, к сожалению, не оценили А я считаю, что это была бы, конечно, оценка Кока Она, конечно, безусловно, слабее, чем оценка Юко И намного Говорят о том, что даже 10-12 Кока Это все равно меньше, чем одна оценка Юко Но я бы все-таки заметил бы ее Ну, судя остались единодушны в своем решении не давать эту оценку Ну, они на тотеме ее видели Да Мы сейчас видим, как Максим обернулся на табло Как мы уже говорили, поединок проводится 3 минуты Мне кажется, время уже подходит к концу А он же рискует, посмотрите, он же просто летит вперед В надежде срубить своего оппонента И вот, видите, расстроен Очень расстроен, конечно Здесь его друзья, родные, близкие Люди, которые за него болеют И это очень высокая моральная ответственность Ну, с другой стороны, все, как бы, все честно Все по делу Так что тут все предельно понятно Упал, коснулся третьей точкой татами Оценка Юко Выпал, естественно, вследствие удара Если после этого еще секунды две Ты приходишь в себя Это оценка в Азаре Не смог прийти в себя Чистая победа Здесь все предельно просто Но при всем при этом Одна оценка Кока Не является доминирующей В данном случае Возможно было бы Если была бы оценка не Юко, а Кока То было бы дополнительное время Александр Владимирович У нас Павел Князев, да? В Ярославле вышел в финал Князев Николай Николай Князев, прошу прощения Он вышел в финал Но там его будет ждать Еще один представитель Владивостока Андрей Зломин Весовая категория 250 Моя самая любимая Руслан Керексаев на ваших экранах Опять же Владивосток Да, самый титуловый поезд Приморского края Мастер спорта международного класса Чемпион Кубка Обладатель Кубка России 12-го года 11-го года Чемпион Кубка Мира Обладатель Кубка Мира Первого Кубка Мира 11-го года Призер чемпионов России 9-го, 8-го и так далее Мы смотрели бой Руслана Керексаева В финале Кубка Мира Вот в том году проводился в Москве В феврале месяце Внеколепный поединок И Руслан по праву выиграл тот почетный трофей Это очень был сложный поединок Тем более, что ему противостоял двукратный чемпион мира Титулованный спортсмен Ну, побеждает сильнейший, конечно Давайте мы представим моего соперника Соперник Рамазанов Муса, опять же, город Сургут Мастер спорта международного класса Также обладатель Кубка Мира 11-го года Ребята знают друг друга не понаслышке В этом году Муса перешел из категории 240 Категории 250 Как я уже говорил, это моя любимая категория Это, знаете, гармоничное сочетание скорости Мухачей, легкачей И уже достойная сила удара Тяжеловесов То есть, наверное, то самое перекрестие Скорости и силы Которые всегда самые зрелищные Самые интересные Александр Владимирович, вам не кажется Не знаю, как вы считаете Что это досрочный финал Вот этот полуфинал Кто побеждает, тот наверняка И станет обладатель Кубка России Очень даже может быть Хотя В следующей паре спортсмены, конечно, да Вы правы, менее титулованные Но Таков жеребий Жеребий разбрасывал компьютер Здесь все не предвзято Мы стараемся Вне зависимости от того Знаете, как очень важно Особенно для судей Сохранить свое лицо Судьи Непредвзятого Беспристрастного Вне зависимости Твой это спортсмен Или чужой Потому что Вот на мой взгляд Вначале Создается хороший спортсмен Который понимает Что такое поединок Как он проводится Какие нагрузки Претерпевает спортсмен Какая сила удара происходит И только после этого Из хорошего спортсмена Может победить Получиться или не получится Хороший судья То есть, судьи Они растут значительно дольше А на вас, вглядом вы Как судья Объездно к этой курии А на ваш взгляд Это вообще Легко, трудно быть Здесь В поединке Не предвзятым Когда твой спортсмен Выходит на бой Мы стараемся Активно стараемся Своих спортсменов Не судить Это правило Во-первых Во-вторых, конечно Когда Вот такой же сильный удар Вот это да Руслан Калексай Это чистая победа Это накал Маший бой Скажем так Вот не гнята На мой взгляд Но какова его концовка Какова концовка Этого поединка Еще раз смотрим Удар в голову с ноги Коленом удар в голову Кто бы мог подумать Рамазанов Муса Очень сильный спортсмен Конечно Удар потряс его Да посмотрите На лицо Мусы Он приходит в себя Конечно Он потерян Это глубокий нокаут Слава Богу Без потери Сознания Да главное Чтобы для здоровья Это никак не сказалось Вот ему оказывается Сейчас помощь Врачи Тут работает Большая Медицинская бригада На этом турнире Ну вот Поднимают его Сейчас Отведут Окажут уже Дальше помощь И самое приятное Болевщики Которые переживали За Руслан Калексай В этом бою Вот ему показывают Они тепло Да аплодисментами Провожают бойца Из Сургута Опять же Возвращаясь К тому что Чем принципиально Отличаются школы От секций Это не бои Без правил Это жесткие поединки Очень много техник Но при всем при этом Традиции и ритуалы Вечтят на как основа Руслан Калексай Первый феминист В весовой категории 250 елиз И наверное Главный претендент На победу В этой категории Ну вот сейчас Мы посмотрим Кто будет ему Противостоять Возможный его соперник В следующем бою Сумин Михаил Владивосток Первый кеммастер спорта Призер чемпионата России 12-го года Двукратный призер Дальнего Востока Чемпионата Дальнего Востока Против Бакрата Алексея Гордангард Сибирский федеральный округ Двукратный призер Чемпионата России Очень сложная судьба У Бакрата Алексея Надо заметить Когда спортсмены Готовились К отбору На чемпионат мира Третий чемпионат мира Который проходил В девятом году В Токио Бакрат Алексей Ехал на машине Из Утилинска Собственно Откуда он родом И попали ДТП Машина была Совершенно по списанию Разбита Слава богу На здоровье Это не отразилось Но попасть на отбор Он не смог И Всякий раз Доходя до финала Чемпионата России Чуть-чуть парня не хватает Вот собственно Сейчас он приехал Потому что мне кажется Каждому спортсмену Принципиально важно Хотя бы один раз Постоять на самой высокой Ступеньке пьедестала Мы в первую очередь Врастим победителей И победителей Над своими собственными слабостями Вот на мой взгляд Значительно более почетно Третье место Нежели второе Потому что второе место Это когда соперник Дошел до предела И остановился А Третье место Когда соперник В полуфинале Оступился Набрался в себе сил И Переломил спорта Смотрите А вот это Бакранзе А вот это уже Бакранзе Посмотрите Еще один нокаут Вот это вот финалы Очень часто бывает так Что Опять же Опять же Министерная катастрофа Вот проводился Ох Два удара в голову Пропускает Наш спортсмен Из Владивостока В основании челюсти Да Вот мы сейчас Только что говорили О Бакранзе Вот он финалист Очень достойный оппонент Будет у Руслана Киликсаева Еще один нокаут Знаете Очень часто бывает так Что когда спортсмены Выкладываются В предварительных поединках А сейчас спортсмены В предварительных поединках Выкладывались И очень сильно Полуфиналы Финалы бывают Уже не очень зрачные Но я хочу сказать Что конечно Вот то что мы сейчас видим Это принципиальное исключение Из этого правила Такие поединки Смотрите легко Интересно Они динамичны И крайне результативны Александр Владимирович У нас пока пауза Вы уже начали говорить Об отборе Давайте мы все-таки Раскроем секрет Вот Прошедший чемпионат России Этот кубок России И следующий чемпионат России Февральский Давайте Куда ребята отбираются Что они зарабатывают Для чего Теперь наверное да Главный изюминка Этого турнира Заключается в том Что Под эгидой Олимпийского комитета В 2013 году В июле Августе 2013 года В Колумбии В Кале Будут проходить Всемирные игры World Games В рамках которых Будет представлена И Кудо Как показательная программа И сейчас В том числе и сейчас Спортсмены Отбираются В сборную России Которая поедет Представлять Интересы Нашей страны На татаме В Колумбии Отбор будет Очень жесткий Будет учитываться Результаты Чемпионата России 2012 года Этого кубка Чемпионата России 2013 года И у членов тренировочных сборов На которых будет выявлен Один лучший в категории Один аппетендент будет Как минимум четверо-пятеро Давайте Весовая категория у нас 260 Единиц Иванов Даниил Чемпион России 2011 года Мастер спорта Первый дан Владивосток Игорь Чкосей Виталий Город Москва Из молодых Начинающих Но очень перспективных спортсменов Ставят тоже военнослужащие Спортсмен из Москвы В белом доге Ему противостоит Иванов Даниил В синем доге Разна квалификация Черный пояс Против желтого пояса Ну, татами рассудит Побеждают сильнейшие всегда Очень интересные поединки были Как говорят англичане Вы знаете Не важно быть сильнее Вообще Важно быть сильнее Именно в этот вечер Однозначно Как впрочем Мы говорим о том Что чемпионом Можно быть две минуты А человеку надо быть всю жизнь Опять же К слову о школе О разнице школы и секции Сейчас Иванов Даниил Находится в доминирующей позиции Он попытается провести удушающий прием Виталий Горячкосей В защите Ну, посмотрим Как можно говорить Оба спортсмена Являются военнослужащими То есть Понятное дело Что когда Кудо Мощное оружие Рукопашного боя Пришло на территорию России В первую очередь Конечно, за ним заинтересовались Силовые структуры Мы очень плотно сотрудничаем И Со спецподразделениями И С Российской армией И с МВД Ну и естественно С МЧС И Другими подразделениями Которые Для которых важно защищать Не только себя Но и Мирных граждан От каких-либо посягательств Ну вот на ваш взгляд Есть такое мнение Бытует такое мнение Что вот Председатель Кудо Это тоже самый Представитель рукопашного боя Только без шлема Ну знаете Я считаю Что это не совсем так Потому что рукопашный бой Понятие очень Многообъемлющее В этой стране По крайней мере Потому что я знаю Как минимум 3 или 4 рукопашных боя Есть и армейский рукопашный бой И армейский рукопашный бой С которым мы одно время Сотрудничали лет 15 назад Хорошо очень знаем Их президента Этой организации Кстати До последнего времени Был министром Паспорта Московской области Ох Какая святая За все же По-моему Все Поплывай Поплывай Виталий Безответная атака Оценка Юко Ну что ж Сейчас Иванову Даниилу нужно Наращить свое преимущество Добивать своего соперника А вот спортсмен из Москвы Пауза сейчас на руку Он немножко Немножко отдышится Да Немножко отдышится Заправляясь Приводя свою форму в порядок Он немножко отдышится Немножко отойдет От этих Града ударов Которые на него обрушились Теперь наверное Наверное стоит коснуться Того Что разрешено Точнее проще перечислить То что запрещено В кудо Запрещены удары В пах В горло В суставы на излом В затылок И в спину В позвоночке имеется ввиду Да Ну в принципе в спину Вот как она Одна из самых Наверное уязвимых частей тела Разрешены удары руками Во все области тела Удары ногами Локти Колени Элементы бросковые Элементы борьбы в портере Наверное действительно проще перечислить То что запрещено При всем при этом Это не драка Это поединки по правилам Которые четко прописаны За что даются оценки За что запрещено И смотреть такие поединки Всегда интересно А самое главное Что у предвзятости Здесь шансов практически нет Закончился этот поединок Ну очевидно Что с такой оценкой Как Юко Иванов Данил Проходит в финал Надо заметить Что в предыдущих поединках Он также отличился У него была чистая победа Три оценки Кока В первом поединке И очень Интересный будет у нас финал С его участием В следующем полуфинале Мы увидим Сергея Лесникова Из Владивостока Кандидата в мастера спорта Чемпиона Приморского края Двенадцатого года И Васильева Артем Афельдин Из Владивостока Мы видим как Зрители приветствуют спортсмена Знают его Любят манеру его проведения Поединка Она всегда агрессивна Она всегда Азартна И бескомпромиссна Просто для себя Сделаем вывод Категория 265 Сразу в полуфинале Три представителя Владивостока А в счетом того Что уже у нас Один из Ну так скажем Гостей Да уже выбрал Проиграл он Данилу Злобину То вот сейчас Финал будет чисто Владивостокским Да Надо заметить Что тот календарь Тот график мероприятий Соревнований Которые проводятся По России Представители Федерации Обязаны Отсматривать Все те турниры Контролировать Уровень проведения Качественного судейства Которое проходит На территории России Под эгидой Календаря Министерства И очень часто Бывает так Что У руководства Федерации Не бывает Воходных Вообще Постоянные Командировки Разъезды И С каждым годом Растет Уровень И организации И качество Спортсменов И качество Судейства Что безусловно Очень радует Но Опять же Как мы говорили Побеждают лучше На сегодняшний день На международную арену Россия в состоянии Поставить Четыре равнозначных Состава Сборной России Поэтому всегда Конечно Выбор Он очень тяжел Россия в куду Как-то Бразилия в футболе На сегодняшний день Так На сегодняшний день Так И я думаю Что это Благодаря Наверное Той Суровости жизни Которая царит В России Конечно Европа Более расслабленная Так уж Японцы Больше вкладывают В кудо Философии А для А для Россиянина Да Он выходит Выходит Поединок Биться Сражаться Добывать победу Для японцев На сегодняшний день Мне кажется Кудо Стало видом спорта Именно спорта А для нас Это всегда Именно поединок И очень часто Ставки Ставка является Здоровье И люди Выходят Биться Бескомпромисс Может быть Иногда Страдает Техника Конечно На фоне Японцев Может быть Наша Техника Страдает Хотя Тоже вопрос Спорный Но по Азарту По желанию Побеждать В 94 В 94 В 91 Годах Поехали На чемпионат Японии Это еще Открытый Чемпионат Японии Они по большому Учету Может быть И правила Не до конца Знали Но у них Было желание Научиться И побеждать Родоначальников И это желание Знаете Очень трудно Учить Спортсмена Быть первым Если ты сам Ни разу не стоял На верхней ступеньке Пьедестала Сейчас Все ведущие Спортсмены Все ведущие Тренеры России Так или иначе Когда-то Стояли На первом Супене Пьедестала Побеждали Не только Себя Но и Родоначальников И это Очень Очень хорошее Знаете От сердца К сердцу Понимание Что такое Чемпион Какие ставки Чего стоит Первое место На чемпионатах России Азап Владимирович Тогда вопрос Возникает У меня Японцы Что сейчас Перенимать опыт Руссиан В кудо Вот именно В таком Кудо Который До победы Что японцам Сейчас у нас Учиться Вы знаете И вообще Как Извиняюсь Перебиваю вас Как японцы Вообще Все это дело Переживают Что Россияне Сейчас Доминируют В их Исконно В исконном Виде единоборств Вы знаете Как говорят В буддийской Философии Каждый момент Жизни Каждую секунду Нашей жизни Что-то меняется И Говорить о том Что Вот Говорить о том Что вот Японцы Вот россияне Наверное Не совсем правильно Сошла Плеяда Первых Великих Чемпионов Японии Первых Великих Чемпионов Мира Ну что Отвлекусь Лесняков Сергей Из-за Владивостока Является Финалистом И Конкурентом Иванова Даниила В этой категории Так вот Каждый момент Время Что-то Меняется Сошла Первая Плеяда Великих Чемпионов На примере Которых У которых Учились И мы И я В том числе И президент Федерации Кудора Сергей Михайлович Анашкин Выезжал В чемпионаты Японии Чтобы на своей Голове На своей Что называется В шкуре Попробовать Что это такое И только После этого Мы учили Своих Учеников Сошла Каплияда Великих И Эту нишу Очень удачно Заняли Российские Спортсмены Пока Эту нишу Мы занимаем Как первые Но Через 3-4 года Ситуация может Измениться Могут появиться Испанцы Арабы Да кто угодно Здесь же Котами Рассует Кто сильнее Кто лучше готов На этот момент Тот и побеждает То есть Вот Уровень Этот подняли До этого уровня Нашли И сейчас Его Необходимо Удержать Как минимум Конечно Тем более Как мы знаем Удерживать Всегда тяжелее Александр Владимирович Весовая категория 270 Иденис Первый полуфинал Константин Караульных Мастер спорта Чемпион России 2011-2012 года Ну я вижу Что Судя по тому Как зал Его поддерживают Любимец публики Ему противостоит Спортсмен Из города Ярославль Махмудов Давид Менее титулованный Победили Чемпионат Центрального Федерального Округа Тоже мастер спорта Черный пояс Первый Да Константин Караульных Первым номером Начал этот бой Посмотрите Его выступление На чемпионате России Было просто блестящее Вот он Посмотрите Завоевал Скажем Сразу Центр Ковра Центр Сразу взял Это опыт Это еще и опыт Теперь Сопернику приходится Находить более удобное Положение для себя Сейчас был хороший Правый Боковой Тут же переход на ногу Очень жесткий Очень сильный Очень акцентированный удар Гоняет он своего соперника И тут похоже Не очень понимает Что его противопоставить Константину Постоянно пятится Оппонент Константин Караульных Тогда Давид может Улучшить и предупреждение За уход от боя Обмен ударами Опять очень сильный Правый Снизу Я кстати обратил внимание Что на этом турнире Очень многие спортсмены Из Владивостока Победы Хороший переход Очень хороший Подхватил за ногу И теперь Давид будет пытаться Показать Своё преимущество в борьбе Грамотно Константин захватил его в гард Наносит удары снизу Что явно мешает Давиду Проводить Свои коронные действия Наносит удары руками Посмотрите Давид он сверху А ничего сделать И не может Скараулив Ну по крайней мере Да Пока видите Скараулив правой рукой Оттягивает На более удобную дистанцию И левый наносит Мощный удар Видите Бьёт удары головой То есть владеет Техникой защиты в партере Даже несмотря на то Что ошибся Оказался внизу Но вот сейчас У него позиция доминирующая Поднимает Поднимает их Судья в стойку И сейчас Константин будет Опять доказать Своё преимущество Сложный Одному и другому Бойцу За Константина Понятно Болеет весь зал Болеют его земляки И это конечно Как-то немножко Не то чтобы напрягает Отвесение сложится На плечи А за Давидом Наоборот Все болеют Как бы против него И тоже как-то Немножко Не в своей тарелке Кажется Ну плюсычка всему Разница во времени В часовых поясах Хороший левый прямой Сейчас был Да, Давид предпочёл Как минимум Все четыре судьи Выбросили оценку Кока Синий флажок И сейчас Караулюх Уже будет попроще Есть уже Первая оценка Да, есть уже Запас прочности такой А вот Давиду Нужно отыгрываться Очень мощный Лукики в исполнении Константина Караулюх Еще пропускает Давиду Еще одна Еще одна оценка Кока Вот обмен ударом Смотрите Хорошая связка была В исполнении сейчас Давида Махмудова Из города Ярославля Ну вот собственно Время закончилось Интересный поединок Быстро пролетели Три минуты Очень зрелищная Вот та оценка Которую заработал Константин Караулюх Она Две Две оценки Кока Они являются Даже Нет необходимости Спрашивать мнение Судей боковых Очевидная победа Финалист И еще одна Интересная пара Опять же Дальневосточный Федеральный округ Черных Андрей Призер Кубка Мира 11 года Мастер спорта Викторного класса Владивосток И Козырев Николай Владивосток Второй Взрослый разряд Призер чемпионата Дальневосточного Федерального округа Дальневосточного Кубка Мира 2011 Андрей Черных Владивосток Андрей Черных Опытный боец Опыт Суши Я бы так сказал Вы знаете Честно скажу Что Когда На 2000 Чемпионат 2009 года Был отбор Претендентом было В этой категории Пять человек И два из них были Братья Черных Замечательные мальчишки Светлые Конкуренция была очень высока И когда Ребята не отобрались Я знаю Что Андрей Уединился в туалете И ему было очень горько Этих слез не видел никто Вы посмотрите Один единственный удар Вот это да Вот это мастерство Ну что ж Мы даже не заметили Толком Как все Произошло И еще один нокаут Вот это полуфиналы Вот это зрелище Ну что ж Да нет Еще не понятно Посмотрите Да нет Все уже понятно Это был удар Который повлек за собой Потерю Ориентирования в пространстве Один единственный удар Победа с одного удара Вот это да И нам предстоит увидеть финал Посмотрите еще раз Вот он Удар в голову Удар в голову С ноги И все Опять мы видим Что это было колено И у нас просто шикарный финал Андрей Черных Константин Караульник Я даже Традиционно престижная И наверное Самая интересная категория Абсолютная категория Первый полуфинал Шаломаев Евгений Владивосток Второй дан Мастер спорта Чемпион России Одиннадцать-двенадцатых годов Как и выступление Караульных В этом году Выступление Евгения Шаломаева Было просто феерическим На чемпионате России И ему противостоит Очень известный Очень сложный соперник Ларсанов Ибрагим Город Грозный Черный пояс Первый дан Заслуженный мастер спорта Чемпион мира Серебряный Призер Кубка России Кубка мира Одиннадцатого года Ибрагим 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 Ларсанов Да интересный будет поединок Это будет очень интересный поединок Очень потулованные Сильные спортсмены Ибрагим 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 Ларсанов Грозный Первый дан Поединок Вот сейчас спортсмены вышли на датаме Они готовы к поединку Я просто добавлю Что Евгению Шаломаеву Сейчас Двадцать три года Занимается Кудо Кудо уже двенадцать лет Это очень богатый стаж Занятий Ну вот сейчас Да проверка Скажем так На все На прочность Это самый большой наверное экзамен В его жизни Чемпион мира Это Очень Ответственно За него болеет зал Это его город Это его стены Но соперник Мягко говоря Не подарок Согласился Скажем так На роль второго плана Пока Представитель Чечни Вы знаете Этот поединок Может иметь И продолжение Дополнительное время Поэтому конечно Оба соперника Осторожничают Понимая что Это уже у каждого из них Третий поединок Очень высокий Славауродный долг В маске В шлеме Надо сказать что Наверное Одно из самых Трудных единоборств Сейчас был очень мощный Правый прямой В исполнении Евгения Правда не попал он в голову Ох какая связка хорошая 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 Одним ударом Переход ударом Ох попал 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 Захват Наносение ударов В захвате Мы видим как Два боковых судей Выбросили флажок На оценку Юко Два боковых судей Выбросили Оценку на Оценку Кока И главный судья На татаме Анатолий Филиппов Дает оценку Юко Какое начало Какое зрелище Здесь надо быть Очень осторожным Потому что Какая мощная Атака На короткой дистанции Посмотрите Спортсмены выходят За пределы Татами Конечно Здесь Судье На татаме Надо быть Более внимательным Потому что Зал Очень жарко Агрессивно Болеет И Спортсмены Могут не слышать Да В таком шуме Конечно Утонут любые Свиски Любые Остановки Судейские Я так Все-таки Прихожу Ко мнению Что Не будет у нас Дополнительного Времени В этом бою Не знаю Как он завершится Еще время есть Вот у меня Хорошая была связь Хороший удар Еще одна оценка Евгению Шаломаеву К чести Ибрагима Арсанова Могу сказать Что конечно За последние пять лет Три раза Он уже бывал в нокаутах Бьется на многих соревнованиях И вне зависимости В какой он форме находится Он им находится Бьется от начала до конца Конечно Он в бой От начала до конца От первыми секунды До последней Но поджимает Сейчас тяжело ему Да И конечно Постарше он Посмотри Постоянно на грани Постоянно на грани Он Выходом За пределы площадки Возвращает Рефери Бойцов В центр Площадки Очень сложный Был у него поединок В одной четвертой Очень сложный Может быть поэтому Ему так часто тяжело Вернул сейчас оценку Но тем не менее Еще один сильный удар Был в исполнении Евгения Шаломаева Мы видим как Спортсмены Зрители Свободные судьи Поддерживают Евгения Дают ему советы Как себя лучше вести Ну понятное дело Что иногда со стороны Конечно Оно и виднее Скорее всего И в этом бою В этом полуфинале Мы увидим Спортсмена Этот досрочный финал Ну может быть Недосрочный Но очень интересный И красивый Этот поединок Бой закончен Не просто Не просто было Ибрагиму Арсанову Но с честью Конечно Это испытание выделил От начала до конца Очень красивый поединок Еще раз повторяет Размен ударами Как цепко провел Поединок Евгений Стоил один раз Грамотно точно попасть И тут же Он подхватывал Этот поединок И проводил Свою длинную связку От начала до конца Как бы не расстроен был Ибрагим Арсанов Поклоны Уважительное отношение К судьям К катами Выход Ну Побеждает сильнейший Ну что вы можете сказать Альсамбурне Интрига Интрига Следующего Следующего поединка Включается в том Что Люлькин Роман Из Владивостока Призер чемпионата России 2012 года Второе место Мастер спорта А против него Вингерт Николай Финалист Чемпионата мира Человек который проиграл Ибрагиму Арсанову И победитель Кубка мира 2011 года Чемпион России Тоже крайне опытный И очень интересный Соперник Из минеральных вод Ставропольский край Судьи специально развели Евгения Шаломаева И Романа Люлькина Которые в финале В феврале встречались В Москве На чемпионате России И естественно Они развели финалистов Чемпионата мира И Кубка мира Ибрагима Арсанова И Николая Вингерта Это Каждый поединок Достоин Достоин финала Конечно Николай Вингер Поопытнее Но Как мы уже говорили Стены здесь болеют За спортсменов Из Владивостока И Конечно Да и они показывают Свой высокий уровень Так что Да и с благодарностью Платят болельщикам За их любовь Смотрите Поединки крайне интересные Да Ни в одном из боев Не было сомнений То есть Не было каких-то вопросов Ни единого А правильно ли Выявили победителя Неправильно То есть Все как бы Единогласно Единодушно И все по делу Смотреть такие поединки Интересно Они Краткосрочные Быстротечные И очень Напряженные Ну наверное В первую очередь Для судей конечно Просто давление зала Поддержка зала Крики Они оказывают давление На судей Тем Вдвойне Почетно Оставаться Беспристрастным Судьей Ну собственно Как наставники учили В конце концов Этим розыгрышем Кубка России Жизнь не заканчивается Правильно? Безусловно Хотя конечно Это знаменательная века А репутация важнее Репутацию надо Зарабатывать еще годами А потерять ее можно В одной часе В один момент Хорошая сейчас была Двойка В исполнении Романа Люлькина Перешли они В партер Николай Вингер внизу Наносит удары Попытку удушения Проводит Роман Люлькин Сейчас есть у него Сейчас есть у него Безусловая категория Проводит Это частая категория, в которой возможна разница и в 20 единиц. Надо, наверное, сказать зрителям о том, что единицы – это сумма роста и веса. Спортсмены, например, 250 – это 175 рост и 75 килограммов вес. Спортсмены, может быть, чуть выше, но легче. А оппонент может быть чуть ниже, но тяжелее. И, естественно, у каждого будет своя коронка. Ох, пошло, 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 размин ударов. Очень интересно. Рубка пошла. Вы смотрите, практически не защищаются. А вот сделают ставку только на атаку. Да, опущенные руки были сейчас у Николая Вингерта. Он делал акценты больше на ударах ногами. И очень интересно ему отвечал Роман. Юрий Бородий, тренер сборной Приморского края, секундирует в этом поединке Люлькина. И в свое время очень хороший, грамотный спортсмен. Все, время, время истекло. Три минуты прошло. Сейчас мы узнаем судейское решение. Полагаю, будет дополнительное время. Три боковых судьи подняли синий флажок. Роман Альюлькин. Главный боковой судья и главный судья на том, что двумя голосами своими, которые имеют право присоединиться, присоединился к главному боковому. И дополнительное время. Ну что ж, сейчас все будет поинтереснее, поживее. Ну как бы там ни было, все-таки эти три минуты все-таки больше судей отдали в пользу спортсмена из Владивостока. Я думаю, что если он будет продолжать в том же духе и в дополнительное время, то в итоге он и завоевает путевку в финал. Знаете, в этой категории каждая ошибка очень акцентированная. И показал себя в борьбе. У него была одна попытка, когда он пытался провести болевой ли удушающий. Не провел, но показал разнообразие техники. Роман Людкин готов к продолжению боя. Этому спортсмену 28 ноября исполнится 27 лет. Кудо занимается с 96-го года. Сами вот посчитайте, 16 лет. Традиционно мы знаем, что, как правило, раньше сборная России всегда были 22-24. Сейчас тихонечко сборная взрослеет. Уже 27-28 лет это уже норма для сборной. Надо сказать, что традиционно те же самые японцы, которые противостоят русским, это возраст 30-32. В Японии начинают позднее заниматься кудо. И я думаю, что на самом деле основа побед россиян – это преемственность поколений в кудо. Маленькие дети, приходя в зал, начинают тренироваться. Они выступают по юношам в категории 12-15 лет. Потом, становясь победителями, переходят в категорию юниоров. И лучшие дети переходят в состав сборной России, доказывая свое преимущество на международном татаме. Конечно, те годы, которые уходят на тренировку среди детей, по нашим правилам, они позволяют им выступать уверенно и на международной арене. В то время как японские спортсмены, как правило, они тренируются с 16-17 лет. Но это уже система образования. Александр Владимирович, я думаю, вам не открою Америку, если скажу, не знаю, как в основной части России. Но вот наши ребятки, они же и боксируют, они же выступают на турнирах по кикбоксингу, они же занимаются и кудо. То есть они нарабатывают... В основе своей, конечно, они занимаются кудо, но пытаются выступать и по другим правилам. Потому что, конечно, те расстояния, о которых мы говорили, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, они огромные. Количество турниров не так много, а практика соревновательная. Но она необходима. Ну, кровь из носа. Четыре, там, три, пять турниров в году, в которых спортсмены принимают участие. Это как нормальный режим, макроцикл подготовки к любым серьезным соревнованиям. Не просто сейчас эти соревнования даются Николаю Вингерту. Он не самый лучший в своей форме приехал на эти соревнования. Но упорствуем не занимать, опыта не занимать. И вы видите, наносит удар по корпусу, тут же переходит удар коленом. И всегда интересно смотреть его поединки. Ну, конечно, Роман очень плотно держит сейчас этот спарринг. И, конечно, Коле надо еще больше активироваться. Остается одна минута, одна оценка Кока в арсенале Люлькина. А время не останавливается в кудо, да? Смотри, что в секунду идут, да? Да, конечно, конечно. Три минуты грязного времени. Вингерт идет вперед. Вингерт понимает, что он уступает, ему надо как-то вот что-то ломать надо в этом бою. Но, как мы уже говорили, борьба это не его коронка. И Роман Люлькин чувствует это, пытается его переводить в партер, вяжет его. А силы-то уходят. А вингерту выбирать-то не приходится. Ему хоть в стойке, хоть в партер, ему что-то надо делать. Ему просто нужно идти вперед сейчас. Да, да, да. Ох, какая была хорошая мавашь, ее грамота поймала Роман. И опять спортсмены оказались в партере. Но две попытки борьбы уже израсходованы. И сейчас опять им придется выяснять отношения в стойке. Очень вязкую манеру навязывает Николаю Роман. Он понимает, что очень мощные колени, очень мощные удары по корпусу Коли, они тяжеловесные. И Николаю в такой вязкой манере ведения боя тяжелее значительно. Тем более, что судя по всему, по функциональной подготовке Роман сейчас лучше. Я полагаю, что результат безоговорочный. Роман Люлькин, второй финалист. Мы сейчас будем видеть в финале матч-реванш Шоломаева Евгения и Романа Люлькина. Но я скажу, что... А вот, извините, перебил, в бой за третье место встретятся старые соперники. Ларсан Ибрагим и Николай Вингер. Видите, в России безусловных авторитетов нет. Шесть финалов нам предстоит увидеть. Равен, какие шесть малых финалов за бронзовы видали. Так вот, шесть главных финалов в каждом поединке есть обязательно хоть один представитель Приморского края. В том числе и именно поэтому по уровню подготовки, учитывая уровень подготовки, право проведения этого турнира было делегировано Владивостоку. Очень хорошая, очень крепкая школа. А самое главное, очень грамотно выстроенная система. То есть правильно построенная система всегда дает результат. Молодые спортсмены, которые показывают результат, попадают на карандаш, на контроль тренерскому составу. После окончания школы прямая путевка в Дальневосточный институт физкультуры. Оттуда они выходят дипломированными специалистами. На сегодняшний день 20 тренеров имеют официальный статус тренера, признан государством. 2000 человек в Приморском крае, 600 человек в самом городе Владивостоке. Конкуренция очень высока. Здесь представлены лучшие. Из-за этих ребят не стыдно. Александр Владимирович, женщины у нас уже на площадке. Женщины на площадке. Фадеева Софья из Магнитогорска, Уральский федеральный округ. И Бабак Дарья, город Уссурийск, призерка первенства России. Честно вам скажу, никогда не являлся поклонником женского кудо. Вот я хотел вас спросить, у кудо вообще женское лицо? У кудо, на мой взгляд, не женское лицо. Но в то же время так уж устроен мир, что если есть какая-то тенденция и в регионах все больше и больше. В свое время первой девочкой, которая стала выступать с мальчиками, была Ирина Быкова из Москвы. 18-й градусная чемпионка России, чемпионка мира, обладательница Кубка мира. Ну, наверное, человек, который является легендой кудо на сегодняшний день. И, собственно, она явилась прародительницей женского кудо. И это дало, бросило свои семена в регионы. Появились женщины, которые хотят тоже выступать. И вот сейчас мы видим признанные министерством по спорту, туризму, молодежной политике России. Женская категория абсолютная. Ну, вот сейчас, опять же, в силу того, что категория абсолютная, и до полуфинала дошли всего три девочки, три женщины. У них круговая система. Мы видим, что Фадеева Софья, она немножко и повыше, и потяжелее своей соперницы. И, в общем-то, она доминирует. Правила у женщин облегченные. Обязательно нагрудник установленного образца накладки на ноги. То есть, в любом случае, все-таки, да, у женщины. Меньше времени, две минуты на проведение этого поединка дается. Ну, говорить о том, что эмансипация шагнула далеко, может, сколько угодно. Ну, вот. Ну, если женщины поднимают штангу, женщины выходят на боксерский винт, то чему мы удивляемся, увидев женщин здесь на площадке. Ну, да, в жестком единоборстве. Ну, что ж, я думаю, что Фадеева Софья безоговорочно этот поединок выиграла. Уж больно было высоко ее преимущество, оценок не было. Но она доминировала и в партере, и в ударной стойке, и на руках, и на ногах. К сожалению, Бабагдаре было нечего противопоставить ей. Еще одно поединке, которое было до этого, Софья одолела Литвинцеву Юлию из Владивостока. И я думаю, что она вот в этой тройке становится победительницей. Сейчас Литвинцева Юлия из Владивостока, КМС, будет в следующем поединке выяснять отношения с Бабагдарией и уже за право стать второй в этой категории. А для нас поединки полуфинальные закончились.